Доброе утро, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Кстати, утро это у нас, потому что мы только проснулись, а когда этот выпуск вышел в эфир, наверное, уже день. Давайте мы сделаем один день, как мы проводим в Марине Линтон-Бэй, расскажем просто о рутине, то, что у нас происходит и чем мы занимаемся. Ну и, собственно, об этом сделаем выпуск. Ну что, погнали! Я думаю, что ни одно начало дня, я думаю, что ни один день не начинается без чашечки кофе, который я пойду сейчас делать. Так как я еще немного сонный, то начало ролика немного не такое динамичное, как это обычно происходит. Ну вот, собственно, время кофе. Очки забуду. Ну что, запускаем день и начинаем готовиться к сегодняшнему дайвингу, потому что сегодня мы хотели поддайвить. О дайвинге я, кстати, сделаю отдельный выпуск, но здесь будет просто немножечко подготовки и все. Я буду сидеть и заниматься тем, чем я занимаюсь каждое утро под кофе, комментировать ютубчик. Меня спрашивают, откуда у меня, типа, столько времени. На самом деле у нас за счет часовой разницы, когда запускается у нас день, у вас уже вторая половина дня, и у меня вот как раз уже все, что накомментили за день, я беру и читаю, проверяю, а под кофе это прекрасно утренняя коммуникация. Давайте, пока я пью кофе, я вам сейчас расскажу одну интересную историю про Панаму. Вернее, даже не про Панаму, а про панамцев. Когда мы сюда зашли и начали знакомиться с людьми, здесь начальник службы безопасности Марин зовут его Серхио. И далее мы начали знакомиться с другими людьми. Есть такая тетечка, которая занимается поставкой продуктов, ее зовут Татьяна. Причем, когда я сказал Таня, она не поняла, то есть она знает только Татьяна. Есть еще Саша. То есть много, но если Саша и Серхио еще там более-менее, ну, как-то встречаются в Испании, то, скажем, Татьяна, вообще имя, которое достаточно славянское, редко встречающееся в англоговорящем мире. Ну, и я начал выяснять, что же значат эти имена. Оказывается, что в Панаме вообще очень большое количество раньше было социалистов. А какой социалистический лагерь рядом? Куба. И они были вдохновлены социализмом. И, собственно, есть большое комьюнити людей, которые начали называть своих детей именами, которые были на Кубе. А на Кубе были имена, как вы понимаете, со славянского мира, потому что они строили социализм. Поэтому очень большое количество панамсов имеют славянские корни, потому что они напрямую были связаны с коммунистической партией и, собственно, строили социализм. Но сегодня меня вообще разорвало в клочья. Я подписан в группе. Ну, когда мы вот где-нибудь находимся, мы в Фейсбуке подписываемся на группу, в которой находятся локальные яхтсмены. И Линтон Бэй Марина сделали анонс, что вчера там человек, который уехал, оставил лодку на якоре. И ребята из Марины приехали, туда подключили помпу для воды и всю воду откачали. Так вот, сделал это Серхио, и сделал это человек, его помощник, которого зовут Сталин. Так вот, я думал, что это славянское наследие, также социалистическое. А нет, есть, оказывается, в испанском языке такое имя. И оно связано с сталью, со сталилитейной промышленностью. То есть, это просто я не знаю. Здесь есть все, включая Сталина. Вот такая вот многогранная Панама, друзья. Что у тебя, у нас сегодня с тобой планы будут разные? Не факт. Почему? Сейчас, может быть, я тебя склоню к своим планам. Какие у тебя планы? У меня планы сейчас пойти поплавать. Меня тут подружка Настя позвала. Сказала, что она с еще одним дружбаном Стивом на тузике. Он на подводную охоту. А мы, соответственно, поплавать рядом рыбок, посмотреть в масках, трубках, ласты. Ну, сплавайте. Так вот, в связи с этим нам нужен камер-мен. На, бери камеру и едь. Нет! Да, я сегодня на дайвинг. Да, у меня сегодня планы в дайвинг. Так может, у меня тоже в дайвинг? Тоже после обеда. Дайвинг? Да. Или твой снорклинг? Мой снорклинг сейчас. Ну, есть сейчас. Я хочу на дайвинг. На дайвинг я хочу в обед. Потому что в 12 солнца наверху будет все ярко. А не как обычно. В 4, в 4. Давайте. Давайте через часик. Я Сережу еще хочу попить. Он поедет, поснимает с нами. Что, как? Да, да. Что ты ищешь? Маску структуру. Потеряла? Да. Я так понимаю, у нас сейчас завтрак будет? Да, у нас сейчас будет завтрак. А что ты готовишь? Бранч. Даже не завтрак. У нас будет салат из овощей, с авокадо. А это шпинат. Большие вот эти листья. Это у нас будет с креветонами. Салат? Да. Не салат, а жареный стир-фрай с чесноком, с чили и соевым соусом. Класс, класс. Давай, давай. Нормальный завтрак. Нара. Но это не завтрак, это бранч. Это между... То есть обеда не будет? Обеда не будет. Спасибо. Что это будет? Это имбирь? Это имбирь, чеснок и пимента роха. И креветоны, которые мы сейчас будем обжаривать вместе с этим всем и шпинатом. Сначала идет шпинат. Красиво. Тут целый пимента, так что будь аккуратен. Не сгори сразу. Не сгори сразу. Последние креветоны, чтобы они тоже чуть-чуть этим соусом пропитались. Они уже вареные, я их сварила и почистила. Вот такой у нас получился. Джуси креветоны. Я слышу, как ты слюну сглатываешь. Так очевидно. На завтрак такой на ходу, потому что Дина занимается своими делами, я занимаюсь своими делами. Ну что, приятного аппетита. Класс. Супер. Можно разбирать дай в оборудование? На тебе главную ласту. Все, иди плыть. Вот тебе моноласта, на. Смотрите, сколько тут всего у нас высыпалось на палубу. То есть, это вот здесь есть такая веревочка. И вот она, судя по всему, приказала долго жить. Видите, вот оно все рассыпается. Вот так, если оставлять, надо проверить, чтобы оно все обязательно работало. Я сейчас решил промыть пол. И промыл баллоны. И вот смотрите, что я обнаружил. То есть, вот отсюда, с этого баллона, он потравливает. И с этого тоже. Но это не страшно, он много не выйдет. Здесь все-таки в каждом баллоне 200 атмосфер. Но этот момент нужно будет сделать ревизию баллоном. Может быть, выдышать и потом сделать. Так, теперь берем октопус. Это вот эта штука. И надеваем его на баллон. Вот так вот. Это не так, а вот так. Чтобы она надувалась и сдувалась, у нас есть вот этот вот маленький шланг. Вот этот вот. Который мы сейчас подключим. Вот сюда. Проверяем. Здесь все закручено. Здесь вставлено. Аварийный желтенький на месте. Так. Что у нас показывает вот эта штука? Так. А эта штука показывает, естественно, ничего. Потому что что мы делаем? Мы сейчас открываем баллон и смотрим, ничего ли не шипит. Открывается он вот так вот. Полностью откручивается. И потом пару оборотов обратно. Так. Все. Смотрим, что у нас. Вот. 200 атмосфер. Отлично. Полный баллон. Так. Визуально нигде ничего не травит. Все в порядке. А ну. Ходи сюда. Так. Нигде никаких пузырьков нету. Так. Все. Одна система готова. Естественно, моя. А сейчас будем смотреть Дины. Ну все, быстро плавать. Погнали. А то уже времечко. Самое солнечное как раз. Самое то, что надо. Грациозный. Отстань. Я держу. Вот тут. Такой движняк, да? Привет. Какой? Я думаю, что вода будет так же, даже в другом месте. Иэн, и ты? Спасибо. Я думал, что это позже сегодня. Да, мы планируем это позже сегодня. А, окей. И я думаю, что место, который будет лучшим, будет, что мы говорили, между Ислой Лентон и Ислой Маме. Так, давайте. Давай. 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 Продолжение следует... 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 И все. Здесь тоже нужно будет все сейчас прочистить. На самом деле ничего сложного нет. Просто нужно немножечко взять и вот так вот скрупулезно все это вытереть. Так вот на лодке обычно все время что-то требует постоянного внимания, постоянного ухода. Потому что среда очень агрессивная, как вы видите. Все, свист шпит. Так, давление смотрим, проверяем. Это Дин и прибор, мы сегодня с ним ныряли. Ну вот, он почти полный. Все, хватит. Так, ну что, сливаем, спускаем. Так, тут закрыто. Спустили. Если не спустить, тогда не получится открутить сам регулятор. Так, у нас здесь колечко выпадает. Вот колечко надо не потерять, потому что... Хотя на самом деле без колечка она тоже будет работать. Потому что эта штука, она такая, достаточно плотно входит и прижимается. Но у нас есть, если что, запасные. Но лучше их не терять. Ну что, друзья, у нас вот этот день подошел уже к концу. У нас сейчас закат. Прекрасное время. Golden Hour. Правда, солнца нет. Вкусный джинтоник. Почему бы на закате и не выпить бокальчик джинтоника? Извините. Не тот аккорд. Вот так у нас подошел уже день. Этот к концу. И уже, я думаю, что через несколько дней мы с вами встретимся в следующем выпуске. А о чем он будет? Наверное, о дайвинге, как я вам и обещал. Обнимаю. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставить лайки. Комментить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok